Дорогие друзья, мы начинаем наш сегодняшний митинг. Хочу вам напомнить, что мы встречались со многими из вас 30 декабря в день вынесения проговора Алексею и Олегу Навалиным. Мы с Андреем Гевоваровым обещали вам на Малой Садовой 30 декабря, что мы добьемся проведения митинга, куда можно будет везти, не боясь разгона 15 января Марсового поля. Мы сегодня встречаемся. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Мы со своей стороны сдержали слово, и мы сегодня будем вести этот митинг. Андрей Гевоваров, председатель Петербургского отделения партии РПР «Парнас», Республиканской партии России, партии народной свободы. И ваш покорный слугарь, депутат законодательного собрания Максим Резник. Дорогие друзья, мы вышли с вами 30 декабря, я думаю, не только потому, что возмущены были приговором. Самым иезуитским, самым мерзким, но подлым, который только можно было представить по отношению к Алексею Навальному. Он сам об этом говорил, я думаю, многие из вас знакомы с его интервью, с его выступлением связанной и оценкой этого приговора. Мы понимаем, что власть ведет себя как террорист. Она берет заложников. И заложники ждят брата Алексея Олега Навального. Человек, никогда не занимавшийся политической деятельностью, и оказавшийся в тюрьме просто потому, что он брат. И в этом смысле, я думаю, все мы, в какой-то степени, братья и сестры Алексея Навального в том смысле, что все мы заложники. Заложники неадекватной политики властей. Они живут на другой планете, у них свои задачи, у них мир своих цифр. И они считают нас рабами. И поэтому я думаю, сегодня здесь, прежде всего, люди, которые считают, что они не хотят быть заложниками. Которые хотят выбирать власть в своей стране. Которые хотят контролировать эту власть. Которые хотят независимых судов, независимых средств массовой информации. Которые просто хотят быть гражданами и хозяевами своей страны, Российской Федерации, как и записано в нашей Конституции. И я думаю, что мы сегодня на правильном пути. Я хочу вас поздравить все-таки с прошедшими праздниками, новогодними, Рождеством. И пожелать нам всем, чтобы 2015 год, наступивший год, стал не только и не столько годом экономического кризиса в Российской Федерации, сколько годом пробуждения сознания, сознания граждан. Чтобы как можно больше наших с вами сограждан, друзей, соседей, родственников заслужившихся, поняли, что они являются заложниками существующей в России власти. И осознали, что они не хотят быть заложниками, и были с нами на следующих наших мероприятиях. Вы знаете, что сегодня не во всех городах проходят мероприятия, но в Петербурге мы заявляемся не только как акцию защиты братьев Навальных, но и как митинг защитную власть. И среди нас много людей, которые помнят самые разные митинги, самые разные процессные акции. Нас когда-то было много, когда-то мало. Но на самом деле, я думаю, не это главный вопрос. Главный вопрос каждый должен задавать себе. Как задаю его я, как задает каждый из вас, как задает мой товарищ, который мы передаем слово, Андрей Кивоваров. Давайте поприветствуем, что председатель партии Народной Свободы Петербурги. Спасибо. Вы знаете, друзья, вот когда мы с вами многими увиделись на Малой Садовой, нас, ну, словно, всех возмутил приговор. Это был беспредел, это был переход на такой новый уровень, так сказал Максим, правильно, жение заложников. И вот я для себя подумал, что вот за последний год, за последнее время, ну, а последний год больше всего, мне каждый раз кажется, что вот хуже уже не будет там. Дальше так поступать нельзя. Дальше, как бы, так действовать нельзя. Любая, любая здравая, здравый человек, здравая власть должна понимать, что это ведет никуда. Но такое дно, но как стало уже прежде, власть удивляет, из нас все время стучат. И вот когда случилось уже такое террористическое, как бы, фактически действие, конечно, это вызвало взмущение, по-моему, не только в России, но и во всем мире. И как раз, что это дно. Вот. Но, с другой стороны, я честно скажу, вижу некий оптимизм. Мне кажется, это агония. Они уже понимают, что сделать что-то нельзя. И несмотря на все эти безумные потоки лжи, пропаганды, какой-то такой вот киселевщины безумной, у людей открываются глаза. И на удивление открываются глаза не только у людей, которые пользуются интернетом, пользуются, не знаю, там, молодежь, соцсети, но и люди старшего поколения, люди, которые привыкли смотреть телевизор, говорить властям. Для них есть понимание, что в стране что-то не так. И приговоры, которые выносятся, все прекрасно понимают, что это месть, месть за политику. И вот этих представленных 84% их нету. Их нету, это понимают не только люди, но и власти. И от этого такие вот уже запредельные методы. Вот. И особенно, если, кстати, телевизор возвращаясь, нас привыкли пугать тем, что будут какие-то лихие 90-е, будет страшно. Я вот сидел для себя, а чем нас пугают? Думал. Нас пугают тем, что будет курс какая-то в обменниках, как в 90-е годы. А что мы видим сейчас? Нас пугают каким-то дефицитом. Там, а что мы видим сейчас, когда, по-моему, сегодня морковку продавали по 2500 рублей в Великобритании? Нас пугают войной. А сколько гробов приходит из Донбасса? Те 90-е, которые нас пугают, они уже сейчас. Они показывают то, что за 15 лет эта власть не смогла добиться ничего. Это полная импотенция власти. И сейчас они, фактически отняв у нас право, право выбора, право на независимое судопроизводство, право на свободу прессы, заменив его некими благами, получается, что они фактически ничего не добились. И в этом плане я считаю, что у нас есть право, требуетесь свободы обратно. Мы понимаем, как раз, что мы поддерживаем Алексея и Олега Навального, правозащитных тематств, тех людей, которые сейчас в тюрьмах. Но, мне кажется, перед нами сейчас стоит новая, другая задача. На конец февраля, начало марта запланирована большая, уже федеральная кампания. Будут большие платежные мероприятия, вводить к новому штабу, как 11-12 год. Стоит Москва, Екатеринбург, Самара. Люди готовились, люди будут выходить. Есть запрос, люди понимают, что власть не справляется. И мне кажется, в этом плане у нас с вами, людей, которые думают, это очень важная задача. Мы должны выставить политические требования к этой власти. Приговоры и беспредел – это лишь итог их действий. Первоначально это преступная власть. Это нечестная власть. Мы с вами идем за честную власть. Вот я, со своей стороны, хочу выставить четыре требования, которые, может быть, покажутся слишком завышенные, но мне кажется, с них надо начинать. Мне кажется, в феврале, в начале марта мы должны провести огромную кампанию, в которой будут четыре требования. Первое – остатка правительства, которая не справляется с своими догаданностями. Росту с Госдумом и поведение честных выборов. Конституционная реформа, без которой честные выборы невозможны. И, в конце концов, остатка самого главного человека, о котором это имелалось, остатка Путина. Спасибо. Я думаю, что мы все поддерживаем требования. Дорогие друзья, мы помним с вами многие задачи. Есть очень много молодых, и мы, честно говоря, это очень радует. Значит, труд нашли на праздник многолетний. Очень много молодых ребят выходят, замечательные лица. Но протестное движение в Кребурге имеет свою историю. Самый знаменитый в России марш «Несогласность» состоялся в Петербурге в марте 2007 года. Я хочу подоставить слово человеку, который стал персональным и срочным стимулом той протестной акции марша «Несогласность» в 2007 году, который вёл этот марш тогда. Я подоставил слово журналисту, депутатное собрание третьего созыва, Сергею Гуляеву. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня собрались здесь в режиме народного отхода, легаясь парка. Нам дважды не согласовывали большой митинг на Марсовом поле под предлогом того, что всё Марсово поле в этот день будет занято информированием о бедственном положении «Лицболш», «Детей-сирот». Можете оглянуться и посмотреть, где эти люди, которые информируют и кого информируют. Мы констатируем, что генерал-губернатор Болгарченко трус. Он боится людей, он боится воли изделения граждан. Нужно признать, что мы сегодня лишены не только свободы собраний, свободы слова. Мы сегодня лишены нормального правосудия. И поэтому по беспределу судят наших друзей, коллег, старатиков, которые сегодня находятся в застенках путинского режима. Наши друзья, политзаключённые, это не только Олег Навальный, Алексей Навальный, который находится под домашним арестом. Это Кривов, это десятки людей, которые были задержаны по болотному делу, отбывая наказание и сроки. У нас нет правосудия, у нас украли правосудие, потому что у нас украли выборы, честные, независимые выборы, в которых больше нет в путинской России. Поэтому в нашем городе нет исполнительной и законодательной власти. Недавно мы утратили и муниципальную власть в сентябре этого года. Нужно признать, что тот фаз, который была называть выборами, с манипуляциями, с массовыми форсификациями, с устранением политических соперников, мы не можем признать настоящими нормальными выборами. Поэтому эта власть нелегитимна, как бы они ни пыли называть себя губернаторами и депутатами. Конечно же, они не отчитываются перед нами, потому что мы их не избирали. Их избирало кремлевское начальство, тех, кого поменьше, смолинское начальство. Перед ними они и отчитываются. Поэтому они имеют наглость ханить нам, когда мы говорим о том, что нужно убирать улицы нашего города. Они говорят, возьмите лопаты и сами убирайте. Похоже, нам стоит взять лопаты и убрать кое-кому из рефективных менеджеров команды Полташенко. Дорогие друзья, нам предлагают самоорганизовываться, убрать лопаты, убирать наш город. Давайте прислушаемся к этому призыву. Я думаю, что нам пора уже выбрать население нашего города, народного мэра, организовать общественные приемные этого народного мэра в каждом районе, чтобы люди могли хотя бы туда обращаться за помощью в решении своих проблем. Нам нужно избрать свой нормальный родопарламент, народный парламент, который бы занимался не гонениями геев в нашем городе, а реальными проблемами ЖКХ, здравоохранением, образованием, социальной защитой населения. Нам нужно, наверное, выбрать вместо муниципального нашего так называемого самоуправления, комитета самоуправления, общественные комитеты, которые бы занимались тем, что отстаивали свои дворы от уплотительной застройки, парки от разрушения, чтобы мы могли контролировать муниципальные бюджеты, чтобы мы не позволяли чиновникам разворовывать деньги, которые мы платим в бюджет. Они живут на наши деньги. Мы их нанимаем, но они, похоже, это забыли. Мы в конце февраля, как сказал Жан-Дрей Пивоваров, может быть, в начале марта, собираемся провести такое большое подведение итогов зимы в Петербурге, отдачу деятельности нашего губернатора за прошлый период, ну и за последние полгода. Пока что мы достижений нынешней петербургской власти господин Полташенко не видим. Ну, если не считать за достижения то, что сынок его, Алексей, уже обогнал под охотом сынка Валентина Матвиенко и стал уже миллиардером. Но я не думаю, что мы будем гордиться этим достижением и думаю, что порадуют горошам такие достижения. Мы хотим провести большой марш, большой митинг в конце февраля. Мы будем подавать, конечно, заявку на согласование этого мероприятия, но я не уверен, что нам опять же согласуют его. И мы должны сделать то, что сделал Алексей Навальный, подав замечательный пример, когда срезал с ноги в Симовский не знаю, как, не ошейник, браслет. Нам всем пора срезать браслеты, ошейники. Нам всем пора снять розовые очки и шоры. Нам пора сказать, что мы здесь власть. Мы их нанимаем. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город! И мы должны, невзирая на то, что согласуют нам или не согласуют, показать, что мы это власть. И я думаю, что петербургцы готовы показать это и сделаем это. Спасибо, друзья! Я хотел бы представить вам следующую выступающую. Наталья Грязневич тут представитель партии «Перпорнас». Здравствуйте! Знаете, я хотела бы вернуться к петербургской тематике. Знаете, у нас есть такой вице-губернатор Игорь Алден. Может быть, кто-то слышал уже недавнюю историю, как он оставился комментарием, который оставил к недовольству пользователя Фейсбука о том, что наши улицы не убирают. Он посоветовал этому человеку самому взять лопату, позвать своих друзей и вместе идти убираться. Вы знаете, я тут почитала некоторые комментарии Алдена по этой теме в других источниках и поняла, что, в принципе, он даже, наверное, профессиональный человек и знал в Толберовском хозяйстве. Но то, как он проявил себя в этом комментарии, познало вообще отношение в целом нашей власти к людям, к нам, к петербуржцам. И, конечно, это не может не возмущать. И, вы знаете, я считаю, что очень важно нам в этот момент зафиксировать вот в своем сознании то, как власти относятся к нам. И очень важно объяснить родителям, детям, что вот так общаться с людьми власти нельзя ни в коем случае. И в нормальной демократической стране такое просто невозможно. Я считаю, что Алдуну тоже нужно это понять. И очень важно, что мы сейчас собираем здесь и можем это объяснить. Я не уверена, конечно, что Алдун не слышит мои слова, но я считаю, что Петербургу есть в чем гордиться. Нам есть такими достижениями гордиться, ведь Петербург это город, где прошел Машин согласных. Петербург это город, который выгнал Газпром, ох ты, и не дал построить ему Газпром-центр. Петербург это город, который выгнал судьи из 31-й больницы. Путин обрубил нам на капот. Петербург Петербург есть в гордиться. Мы выгнали судьи из 31-й больницы. У нас есть опыт решения проблем активности населения. Я считаю, что Петербург это особый город. Петербург это город, где действительно активное население. И в Петербург нельзя приходить откуда-то там, где он там был, ну, какой-то другой пост, приходить и вот так хороцки общаться с населением. Петербург все равно должны требовать уважения к себе. И губернаторы, и вице-губернаторы, и вся вот эта команда должны понимать, что если они будут так общаться с нами, то рано или поздно мы возьмем лопаты и, естественно, как говорил коллега Гуляев, мы просто выгоним их от Свойного и пойдем пусть им на военные хрена куда-нибудь в другой город, где они будут замолчены во своей стиле общения с населением. В Петербурге такой стиль не пройдет. Я хотела бы еще сказать, что я сына возраста не участвовала в вашей не таком в 2007 году и не участвовала в других массовых народных протестах, но уже я безумно горжилась тем, что жители моего города смогли в свое время это сделать. Я хотела использовать вам множество сказать вам огромное спасибо, потому что я знаю, что это были вы. Большинство населения в нашей стране, к сожалению, не выбирают ничего. Они не выбирают Путина и других представителей власти. Они просто ничего не выбирают. И, наверное, это можно где-то понять, хотя, согласитесь, с этим сложно. Но я очень люблю вас и уважаю вас за то, что вы делаете свой выбор, что вы можете прийти на митинг, вы понимаете, что это важно и нужно. Я хочу вам сказать спасибо. Пожалуйста, приходите еще на митинги. Это действительно очень важно. Не важно, сколько людей приходит. Важен сам факт выхода, потому что митинги это нормальное проявление активности общества в демократической стране. Спасибо вам, Люблю, вас целую. До встречи. Виктор Воробьев, партия «Прогресса», партия Алексея Навального. Всем привет. Я думаю, что мне должны повторять все, что было сказано сейчас и до того о приговоре Алексея и Олега Навального. Мы же все все понимаем, как часто говорятся в бой Алексея Анатольевича. Я хотел бы продолжить тему нашим предыдущим ораторам поговорить немножко в том числе о наших петербургских проблемах. Вы знаете, мы часто слушаем от власти такие аргументы, как что-то не нравится, сделай сам. Не нравится ситуация в стране, начни с себя. Не нравится детская площадка, сделай сам. Не убивай снег во дворе, сделай сам. Хочешь изменить страну к лучшему, начни с себя. Но этот абсурдный ряд нужно продолжить. Вы приходите к парикмахиванию или к бантисту, а вам говорят, ну, заплатили деньги, я говорю, ну, сделай сам, начни с себя. Это же бренд просто, абсолютный. И если вы приходите, это как, если вы пришли в полицию и хотите поймать жулика, вам говорят, ну, начни с себя сделать сам. Ну, какая рука начинать с себя, жулику бежит очень далеко, его уж не поймаешь. Поэтому, может быть, мы должны не начинать с себя, может быть, мы должны начать с них. Мы должны попрямо начать с них, чтобы они выполняли свои обязанности. И то, что они обязаны делать по вакону, и то, что они нам должны, как избирателям, как тем людям, которые их наняли. И даже если мы их не нанимали, они все равно перед нами отвечают. А вы знаете, хочется опять вспомнить эту еще, что те, кого не выбирали, снова улучшат нас морально, как висок губернатор Раудин. Но мы должны начать с них, как делает это Алексей Навальный, как может это делать каждый из нас. Вы знаете, один из популярных аргументов наших оппонентов, который часто звучит, если не Путин, то кто? Если не Путин, то кто? Вот мы не должны попадать в ловушку таких вопросов. Если не Навальный, то кто? Если не Тбоваров, то кто? Если не Вестник, то кто? Вы знаете, если не Навальный, то я, если не Навальный, то вы, если не Навальный, то ты, то каждый из вас. И они должны понимать, что всех не пересажаешь, что если еще 25 уголовных приговор Навального вынется, то это нас не остановит. Что вне зависимости от того, что они будут с этим делать, Россия будет свободной Что мы добьемся наших целей Потому что невозможно уже Невозможно все это терпеть И на самом деле Каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы изменить нашу страну к лучшему И я только могу повторить, что если вы слышите этого, то вы и есть сопротивление Спасибо, будь свободной! Лёд Дмитриев, Эксперт Паланс Привет, друзья! Я вот сюда ехал Я собирался вам рассказать про то, как его классно-уречные активисты Как мы вешаем баннеры, как отпустил Центр Но я вот увидел из этих замечательных лиц, я об этом рассказывать не буду Буду рассказать немножко другое Мы здесь собрались, потому что мы ответственные и очень люди Петербурга Но дело в том, что вот эти вот террористы, которые там берут наших друзей, наших лидеров-заложников И нас не боятся Не боятся почему? Потому что нас немного На самом деле, хоть если я вижу тысячи пятерых человек Это немного, им не страшно Я вам сейчас хочу сказать следующее Мы все должны стать некоторым образом политическими активистами Вы сегодня будете домой Вы будете решать по зову сердца? Кто пришел, потому что это не любопытство, а потому что это реально по зову сердцу В расстрелячку Опустите! А теперь поднимите руки, кто взял с тобой соседа, коллегу или кого-нибудь еще? Меньше, 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 меньше Так вот, друзья На феврале предстоят очень серьезные мероприятия И наша задача сделать так, чтобы нас было больше По-настоящему больше Чтобы не было 2 тысячи, чтобы 5 тысяч, чтобы 9 тысяч человек вышло на резкий просвет Для этого мы сделаем просто Мы приходим домой Мы берем, скачиваем с вами, по-моему, Навального, Ресчевку И раскидываем по соседским ящикам Если нет такой возможности Мы просто разговариваем со своими коллегами Мы разговариваем с друзьями, которые что-то делают в этой стране Мы разговариваем с своими родственниками, в конце концов В следующий раз я бабу сюда приведу, честное слово Вот И в следующий раз у нас реально будет больше И через год, через год мы будем собираться не вот выдумывать за горщики на массовом поле А мы должны вам собраться на дворцовой площади И перед вами будут выступать меня А будете настоящими руками стоять губернатор-болтанщик И будете сказать, почему у нас снег не убран Почему у нас стадион не достроен Почему он нас балбайми назвал Ребят, это реально, это абсолютно реально Просто надо немножко бронуть к этому усилию Вот и все Я прошу вас, встаньте немножко активистами Встаньте, вы ровно такие же, как мы Пожалуйста, придите и вызовите с тобой друзей Ну, в общем-то, все, спасибо огромное Мы должны стать активистами Я на вас очень надеюсь, спасибо Дмитрий Ивановичев, Альянс «Зелен» стал демократом Сторонники Дмитрия Гудкова Здравствуйте, друзья Я очень рад вас сегодня здесь видеть Долго говорить не хочу, потому что с ней мы пробирались Счет эти снежные заторы, да Жители центрального района, видимо, очень любят смотреть сериалы И им некогда позвонить своим друзьям И вместо вице-губернатора и властей прибраться Просто грязь сахту немножко прохладно все-таки Я вот с предвидингом долго думал А о чем он говорит Испомнил один замечательный анекдот Антисоветчика и КГБ Соответственно, антисоветчика задерживают КГБ Он листовки пустые раздавал, да И КГБ его спрашивают там Товарищ, а почему тут листовках-то ничего не написано А он им отвечает, а что? Что писать? И так все ясно И вот наши снаружи вели на такой момент Когда уже, к сожалению, и так все становится ясно, да Но я все-таки расскажу вам, да Вынесу такие тезисы Которые уже, ну, я думаю, многим из вас понятны Но, видимо, они понятны нашей власти Раз ничего не меняется, да Ну, если можно повторять как мантру То власть наконец осознает Пагубность существующего положения Начнет реформы, например Которые необходимы в стране Ну, вот что происходит, да, у нас в стране Что происходит во внешнем и во внутренней политике Это все боя из нашей власти революции Да, революция это, ну, скажем так Вещь не очень приятная для общества и для народа, да Но власть своими действиями сама приближает эту революцию Но что же происходит, да Если строение нормальных демократических выборов Если все клапаны для выхода права, условно говоря, заварены То рано или поздно котел взрывается А нам это, конечно, не надо Еще я хотел сказать про то, что, собственно, половина населения нашей страны Живет в альтернативной реальности В которой ее переселил Дмитрий Киселев И его товарищи пропагандисты Которые, по сути, занимаются преступлениями Целыми днями врут, ложь Просто какое-то лицемерие по телевидению И вот то, что часть наших граждан Живет, к сожалению, в альтернативной реальности В которую поселила власть Плохо для реальности нормальной Потому что эти люди воспринимают Дети воспринимают определенный вид реальности Их действия выходят в нашу реальную жизнь Уже оборачиваются гробами, например Которые, как Андрей Калаков говорил, идут с Украины, к сожалению, в Россию Хотелось бы также сказать про систему Про системный кризис Про экономику Вот власть, собственно, и власть вот власть Экономическую ситуацию Что мы попали в кризис Вот нам 15 лет говорят Какое экономическое чудо Как все замечательно, там при ценах на нефть 120 долларов за баррель. Сейчас цена на нефть в районе 45, но, как мы видим, как-то наши гении партии и правительства не способны противостоять, собственно, вот этому всему. В общем, ложь, лицемерие и предательство. Нам нужно такое правительство, друзья, да или нет? Нет! Нам нужно такое власть, да или нет? Нет! В эти дни, да, на прошлой неделе произошли страшные теракты во Франции. Был просто убит, это свободно слово, журналисты, расстреляны, да? И у нас в стране начинается дискуссия. А можно ли убивать людей из-за карикатуры, да? А можно ли убивать людей из-за слова? Это вообще просто позор и неадекватность, это бесыдно, это дискуссия. В то время как весь мир солидаризовался с Францией, на нашем власть берет методы. У террористов, боевиков и гилд берет заложники брата Алексея Навального, Олега Навального. В общем, как и обещал, не хотел долго говорить. Поэтому свободу России, свободу политическим заключенным, свободу Алексею Навальному, свободу Олегу Навальному. Спасибо! Здравствуйте, уважаемые петербуржцы! Сегодня много говорили о власти, но просто так заменить власти честную на честную недостаточно. Власть честную может сказать, мы не будем убирать улицы, убирайте их сами. Власть честную может сказать в какой-нибудь отдаленной республике, что будет взрывать и сжигать дома своих оппонентов. И это будет по-честному. Поэтому честности, естественно, недостаточно. Необходимо изменить всю систему. Мы предлагаем перевернуть пирамиду, для того, чтобы сверху оказались люди, граждане, личности. Для того, чтобы сначала они определяли, кого выбрать. И, соответственно, формировалась пирамида от людей. Сначала люди, потом муниципалитеты, потом регионы, и только потом федеральный уровень. Что касается нашего региона, политическая реформа у нас, в принципе, предлагается достаточно простая. Мы предлагаем объединить город и область искусственно разъединенные в момент, когда рухнул Советский Союз. Для этого, естественно, нужно провести референдум, и в этом ничего нет. Другие регионы тоже объединялись. Мы предлагаем новому региону присвоить республиканский статус. У нас есть в составе Российской Федерации Республика Карелия, Республика Хоми, Республика Узбортия, Республика Татарстан и другие республики. Национальные и многонациональные. Мы предлагаем присвоить нашему объединенному субъекту Федерации республиканский статус, для того, чтобы мы могли отстаивать свои права гораздо более лучше, как принято теперь говорить, чем в настоящее время. Флаг у нас уже есть, вот можно посмотреть на него здесь, на левом фланге. Это наш исторический флаг, и с ним в 19-м году, в 18-м мы наступали на Доксова, и тогда правительство большевиков сбежало в Москву. И мы надеемся, что оно больше не вернется. Вот такие предложения, естественно, для этого нужно, чтобы люди проголосовали, не люди так решили. Но для того, чтобы начать политическую реформу, надо с чего-то начать. Мы предлагаем начать с объединения города и области. Спасибо. Слава Индре! Слава Индре! Хорошо, слышно все? Друзья, на самом деле... Ох, как много, вот это здорово. Почему я сюда пришел? Многие мне отговорили, приходи, не приходи, правильный, неправильный митинг. Очень хотелось увидеть людей. Такой процент, такой процент людей, с которыми не о чем говорить, их бесполезно спорить очень в срок. И среди наших музыкантов, среди актеров, среди вот любой достовки, просто соскучился, хотел увидеть своих близких лиц, и хотел вместе с вами спеть. Вы готовы? Какая-то сейчас вверх. Да. Вот так. И песня посвящается некому биологическому объекту, который именует себя президентом Российской Федерации. А кто на свете самый умный, кто самый-самый молодец, кто наше время самый альфа, омега, бета, наш совет, кто наше стюк осеменяет, Все вроде мальчиков в пупки, кого с любовью вспоминают, Беслан и Курска, маяки, Кто много газа выпускает, чтоб людям делать тепло. Друзья, ну кто его не знает, весь мир кричит ему! Беслан и Курска, маяки, Кто много газа не по колене, у нее пасрал в пупкичу, И все равно там его, и не волнует от ничего, Какой метел и взял с умной, Давай все от него, все вместе, будем селом! Молодцы! Молодцы! И все равно там, где? Молодцы! 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 Пучин! 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 Саму интеллигерное! Это, 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 это! Спасибо, Петербург! Пучин! Культурная столица! Это наш! Это наш! Это наш! Спасибо, друзья! Рад вас всех видеть! Всех обнимаю! Пучин! 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 Всем добрый день! Я рада, что так много людей пришли и поддержали всех нас и себя в первую очередь. Хочу, что я выступаю в первый раз и прошу всех меня немножечко извинить. Я буду подглядывать бумажку. Очень сильно волнуюсь. Но хочу, чтобы... Но хочу, чтобы мои мысли были длинительны, давать, как можно, более чётче, и в России. Ну хорошо, дайте вам. И, в первую очередь, сход за Навальных, это, в первую очередь, дело не в защиту конкретных личностей, да, а в защиту законности в нашей стране. То, что происходит, это беспределы. И даже в странах третьего мира такое, наверное, ну, ну, извиняюсь, но очень редко. Когда человек, который посетил свою жизнь в борьбе с коррупцией, с пропагандой того, чтобы мы с вами дали законность, его хватают по каким-то нелепым абсолютным делам и пытаются посадить в тюрьму, и сажать в тюрьму его брата. Друзья, ну не для 21 века явно. Мы должны встать и заявить о том, что мы не согласны. Мы должны этому сопротивляться. Что мы можем? Для начала нужно не бояться. Нужно не поддаваться давлению, не бояться, не поддавать этим запугиваниям. Продолжать сопротивляться. В условиях информационной войны нужно больше рассказывать окружающим о том, что на самом деле происходит. Нужно стать альтернативным источником власти. Я прошу вас, когда вы сегодня уйдёте домой из этого митинга, поговорите со своими друзьями, родственниками. Говорите спокойно, аргументированно. Я знаю, что они будут сопротивляться, потому что всё-таки пропаганда хорошо постаралась. Но если вы примите хотя бы двух человек в своём окружении, они должны взять ещё двоих. И эта цивочка пойдёт дальше. И в следующий раз, когда мы придём сюда, нас уже будет не полторы тысячи, нас уже будут десятки тысяч. И тогда уже невозможно будет не услышать наше мнение. Эффективные вещи на митингах, конечно, важны. Но вы и так знаете всё, что мы здесь собираемся сказать и уже сказали. Вы не знаете ничего нового. Нужно, я считаю, нужно то, что мы говорим здесь, донести до СМИ с Западом. Потому что сейчас, благодаря нашей власти, Россия рисуется на Западе таким какой-то жуткой, агрессивной страной с абсолютно неадекватными людьми. Мы должны приложить сильное усилие. Мы должны издавать увлекации. И показывать, что здесь очень много адекватных людей. Очень много достойных, честных, потрясающих христиан, которые когда-нибудь обязательно возьмут эту власть. Я верю. Я верю, что этот день не останет. Ну и нужно просто показать, что мы есть, а нас не говорят. Но мы здесь есть. Спасибо. Стас, я тебя очень-очень волнуйся. И ещё отметим, что важно держаться плечом к плечу. Петерская позиция славится к тем, что она очень сильна. Именно благодаря тому, что если где-то хватает какого-то одного активиста, то с умом на помощь подрывается абсолютно все. Вот все вы, которые здесь есть, все полторы тысячи, тут же начинают распространять информацию, сказать адвокатов, вот так, как его из полиции, давить на полицию. Это потрясающе, друзья. Нужно это не выстрелять, и нужно, очень важно, очень важно это сохранять. И самое время забыть о противоречиях, которые иногда все-таки разъедают нашу оппозицию. Самое время объединяться. Сейчас я попрошу вас на секунду оторваться от сцены, глазами, и усмотреть друг на друга. Посмотрите на потрясающих людей, которые здесь собрались. Эти умные люди, эти достойные, эти перемужцы. Вы потрясающие, и я рада, что у меня есть честь обратиться к вам сейчас и признаться в искренней любви. Я вас уважаю. Спасибо, что вы есть. Алексей Касаткин, собственный теннис партии «Прогрессор». Здравствуйте. Как нас много. Я состою в партии Навального, Алексея. Я его сторонник. Почему я его сторонник? Потому что я впервые поверил в политику. Потому что он меня ни разу не обманул. Я проверяю каждое его слово. Я знакомился с каждым делом уголовным, которое было заведено на него. Ни разу он не соврал. В ралли судьи, в ралли следователей. Врала власть. Мне стыдно за Россию, когда выступает Путин. Ложь льется потоком с телевизора, с экрана. Газет. Я считаю, что главное все-таки правда. И правда победит. Не деньги, а правда. И я хочу сказать. Долой в рунок и жуликов. Долой власть в рунок и жуликов. Давай! Давай! И еще раз прошу вас. Поднимите руки тех, кто верит. Алексею Навальному. Спасибо. Правда победит. Спасибо, Алексей. Дорогие друзья, наш сегодняшний митинг подходит к концу. Как я действительно правильно сказал, мы все знаем, что могли бы сказать друг другу, что произошло на этой трибуне. Но очень важно действительно собираться вместе. Очень важно хранить наше единство. Очень важно приумножать его. Очень важно быть последовательными. Сверху. Я думаю, что власть невольно. По глупости и трусости своей. Вот на примере Алексея Навального, каждого из нас заставляет задуматься. А я способен? Я могу? Я думаю, что люди, которые собрались здесь, способны и могут. Я думаю, большое количество людей с нами. Потому что Петербург, это не город Путина. Это наш город, друзья. Это наш город, это наш город, это наш город, это наш город. Пожалуйста, сворачивайте плаги, транспаранты, мирно, спокойно. До следующей акции, которую я уверен, как анонсировал Андрей Фуаров, Сергей Гуляев, будет. Гуляев будет в конце февраля, в начале марта, о чем вы, конечно же, узнаете, как узнали об этой акции. Несмотря на всю их ловшую пропаганду, они не смогут заглушить наш город. Наш город и наш голос. Спасибо, друзья, что пришли. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок на руках еще вот и покажите лично на вас смотришь весь свой слой и расслабляет прямо это очень варишь ты может быть в данный конкретный момент 204 человека Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok